Порталпродукт.ру Порталпродукт.ру Вы даже выигрываете. После вступления Вигаса в вашу команду, вы играли очень уверенно, вы даже заняли первое место на Техлапсе, но потом что-то пошло не так. Вы не попали на ЕСЛ, и вы заняли четвертое место на Старладере. Вы просто расслабились после Техлапса, или были какие-то другие факторы, по которым вы так плохо стали играть? Хуже, точнее. Ну да, ну, скорее всего, да, наверное, мне кажется, что расслабились еще чутка, ну, то есть почувствовали, что вроде как мы там выиграли всех и все хорошо, а на самом деле надо все время просто работать над собой, стараться учитывать какие-то мелочи, то есть, ну, да, в общем, мы и сыграли, неважно, и подросслабились, ну, все вместе сыграло свою роль, то есть выступили ужасно, ну, на Старладере, ну, я думаю, ничего, это не конец нашей карьеры. Вот вы с Вигасом уже, кстати, играли, я не помню, играли ли вы с ним шесть лет назад, я так далеко не углублялся, но я знаю, что вы с ним были в ДТС, когда еще по ГГ был, ну, так, грубо говоря, он вроде как присутствовал. Нет, такого не было. Ну, как же, вы взяли два Стар Чемпионшипа с тобой, а потом на следующей неделе играл Вигас на Асусе, Final Battle of the Year. А, ну, блин, я же тогда не играл, по сути, Вигас как бы поехал стендингом за место меня, то есть, он играл, ну, за место меня в команде. Я понял, ну, я с ним играл еще раньше Virtus.pro, то есть, ну, когда еще в далекие-далекие времена. Они кикнули Смайла и... не помню, кого... блин, кого же они кикнули? Честно, не помню. А, Адмирейшн вроде, вот. И взяли Ласта и меня, и, собственно, вот мы там с ним где-то играли, вот, четыре месяца, ну, и в то время как раз начали хорошо общаться. Ну, по конкретнее можно вопрос еще? Ну, что... Я вопрос сам-то не задал. Как вообще к вам Вигас-то пришел? Вот, вы его сами нашли или он к вам обратился? Вообще сами. Ну, то есть, поступило предложение, я уже не помню точно от кого, вроде как от Романа. То есть, он поигрывал с ним в паблике, общался в последнее время и, собственно, ну, заметил то, что он там хорошо играет и, ну, решили попробовать Ваню. Ну, а уже поиграв там несколько игр, мы решили, что он нам подходит и, собственно, взяли в команду его на постоянную основу. Вот от Вигаса, в принципе, комментарий очень сложно добиться, особенно если он, ну, если мы не от организации, в которой он выступает, да. Вот ты, скажи, он вам говорил, ему комфортно с вами выступать или по его поведению заметно, что он как-то более отстранен от вас, ну, такое? Не, я с Вигасом вообще, на самом деле, очень хорошо общаюсь, ну, можно сказать, что мы друзья. И вообще, насколько я знаю, он просто, ну, ему понравилась обстановка в команде, то есть, как, ну, он начал к этому относиться, действительно, как к работе. А так, ну, не знаю, что добавить, если честно, то есть, ну, он выбрал нашу команду, потому что, ну, ему все понравилось. То есть, и игроки, и, как бы, и личный скилл игроков, и обстановка в команде в целом. Ну, в последнее время, конечно, у нас есть некоторые разлады, но я думаю, это все решаемо. Вот Вилат в своем интервью два дня назад говорил, что у Сайлента дела сейчас другие, в отличие от, ну, тренировок и так далее. Вот скажи, не встает ли вопрос о кике вот конкретного данного игрока? Нет, это фигня полная, потому что, ну, как бы, девушки девушками, а все равно работа работает, то есть, он находит время на то, чтобы играть, тренироваться, совершенствоваться. Так что, я не считаю, что это какой-то фактор, по которому стоило бы кикать игрока. Я понял. И парочку вопросов таких. Вот, кстати, буткем, вы хоть раз, у вас был какой-то вот стабильный буткем, когда вы собирались с пятером на какой-то площадке и играли там несколько недель, вот именно, ну, не данным составом, а с фаником там, допустим? Ну, насколько я помню, ну, с фаником, то есть, мы собирались там, но буквально за неделю до турнира, то есть, даже, может, чуть меньше. Ну, и не сказал бы, что у нас был прям полноценный вот такой буткемп, то есть, да, возможно, это тоже вот причина того, что мы, как бы, не играем стабильно хорошо. То есть, ну, мне кажется, что буткемп это очень важная вещь, и нам бы стоило собраться вместе и потренироваться действительно вот плотно, прямо вот, ну, каждый день, играть по много часов. Но для этого, опять же, нужны хорошие условия, то есть, мне кажется, компьютерный клуб не пригоден для того, чтобы, ну, вот, именно делать буткемп в компьютерном клубе, потому что это неудобно, много народу сидит, и, как бы, постоянно крики, шум, и это все отвлекает. А так, конечно, если вот нам выделят организацию нашу какую-то квартиру, где поставят пять компьютеров, мне кажется, это будет весьма продуктивно. То есть, на данный момент у вас площадки такой нету? Ну, конкретно на данный момент, да, но, насколько я знаю, вот, в скором времени у нас должна появиться база в Москве. И вот парочку вопросов таких о прошлом твоем. Ты из Доты ушел в Хон. Расскажи, пожалуйста, вот, почему ты ушел в Хон? Только ли из-за графики, или тебя она чем-то другим привлекла? Я ушел в Хон, скорее, из-за того, что просто было приятно играть, в плане, я мог настроить свои ходки, как мне удобно, и плюс не было лагов. То есть, на тот момент, когда я начинал играть в Хон, еще была платформа такая, всем известная, как Гарена, и на ней было ужасно много лагов, и было сложно найти сервер какой-то, ну, чтобы всем комфортно было на нем играть. На мой взгляд, это Доты, это та игра, в которой не должно быть лагов вообще, то есть там важна буквально каждая миллисекунда. Вот вы в Хоне встречались с нынешней командой Fnatic? Да, мы, наши команды, собственно, они были нашими основными соперниками, и что я хочу про них сказать, они вот всегда играли в таком ключе, то есть у них был офигенный тимплей, они всегда держались друг за друга, старались сохранять стейбл состав, он, конечно, был у них чуть-чуть другим на тот момент, ну, время идет, как бы тоже, там некоторые игроки не захотели продолжить просто киберспортивную карьеру, а так, в целом, они играли всегда очень хорошо, в Хоне они держали почти всегда строчку топ-1, то есть они реально были стабильные, жесткие команды. По поводу того, что они перешли в Доту-2, ну, это понятно, конечно, потому что, ну, фонд действительно, она перестала, он перестал быть киберспортивной дисциплиной, потому что, ну, любой спортсмен, грубо говоря, хочет, чтобы его труды как-то вознаграждались, а когда нет ни, не то, чтобы тебе зарплату не платят, а даже нет ни одного нормального турнира, на который стоит съездить там, ну, просто вот нету конкретного чемпионата мира, то есть вот, когда я увидел интернешнл первый, просто увидел Доту-2, во мне что-то такое сразу загорелось, что я захотел продолжить играть в Доту, то есть я увидел, что это Дота-2, она действительно может стать полноценной киберспортивной дисциплиной и, собственно, ну, выйти на новый уровень. И последний вопрос такой, почему вот со скандалом ты все время, ну, ты играешь в Доту-2, то есть из всего вашего хон-состава, который, кстати, перешел в Доту, я помню, ты играл с ним одно время после ухода из ДТС, почему остался только ты и скандал? Ну, мне кажется, просто это фактор личного скилла, то есть, ну, люди уже, когда мы выходили на какой-то новый уровень для себя, тогда было видно, что просто люди не могут справиться со своими задачами и, ну, собственно, общим мнением было решено, что мы не можем продолжать играть с этими людьми в команде. А так, ну, не знаю, жалко, конечно, но когда ты хочешь быть лучшим, тут, мне кажется, дружбе не место. Ну, то есть, нет, у тебя должны быть отличные отношения в команде, вы должны друг друга понимать, относиться хорошо к друг другу, но все равно, то есть, если ты дружишь с человеком, допустим, ну, ты как-то должен закрыть глаза на свои отношения и понять, что тебе будет лучше именно вот в спорте. Вот сейчас тут финал будет, но вот Эдхантер против Фнатик, как думаешь, кто победит, с каким счетом? Думаю, что вообще болеют за Фнатик, думаю, что победят Эдхантер со счетом 2-1. Ну и в заключении, привет, пожелания, спонсорам. Да, передаю привет родному городу Красноармейску, своей девушке Наташа, я тебя очень люблю. И хотелось бы сказать спасибо нашим спонсорам, Твич ТВ, Рейзер, Сиагейт. Спасибо. Спасибо за интервью, с вами был Блава, пока.